В Красной Армии официально борделей не было, и на вопрос сексуальной потребности солдат и офицеров просто закрывали глаза. Как будто этой проблемы и не было. Но проблема была, и в перерывах между боями солдаты и офицеры испытывали необходимость в удовлетворении своих физиологических потребностей. Наряду с мужчинами в Красной Армии служили и женщины. Всего на военную службу за годы войны было призвано 490 тысяч женщин в возрасте от 19 до 45 лет. Женщины занимали различные должности. Летчицы, связистки, медсестры, повара, переводчицы, различные работницы штабов и тыловых служб, снайперы, пулеметчицы и так далее. Женщины на фронте не были обделены мужским вниманием и имели множество назойливых поклонников, желающих удовлетворить свои сексуальные потребности. И чтобы оградить себя от такого внимания, они были вынуждены сожительствовать с кем-то одним. Желательно с офицером, который мог защитить от остальных поклонников. Эта категория женщин среди солдат получила название походно-полевые жены или сокращенно ППЖ. Другими словами, ППЖ – это любовницы офицерского состава Красной Армии, которые в обмен на опеку со стороны мужчин должны были заменять им жен, прежде всего в сексуальном плане. Естественно, это не относится ко всем женщинам, побывавшим на фронте. Из общего количества примерно 50-70 тысяч были ППЖ. В первые послевоенные годы женщин, вернувшихся с фронта, советское общество делило на ППЖ или не ППЖ, а практически всех называли фронтовичка или фронтовая. Тогда эти слова были оскорбительными, так как подразумевали доступность и безнравственность. Тем более, что многие из них вернулись с фронта беременными. Не воевавшие женщины предполагали, что фронтовичка теоретически могла спать с ее мужем, и это вызывало ревность, злость и презрение. О всех прибывших в полк женщинах строевая часть докладывала командиру, его заместителям и начальнику штаба. После проводился осмотр и собеседование с вновь прибывшими, и определялось, куда направят женщину. Это часто означало, кому в постель. Часто женщин назначали на должности, которым они не соответствовали, и это осложняло работу. Но кадровикам приходилось с этим мириться. ППЖ были практически у всех офицеров, начиная от комбата и выше. Генералы и маршалы также не являлись исключением. Среди маршалов с ППЖ были Жуков, Еременко, Конев, Малиновский и Рокоссовский. Многие разводились со своими женами и женились на ППЖ. Нередко разница в возрасте между офицером и ППЖ могла составлять 15-20 и более лет. Так, у маршала Конева была 18-летняя ППЖ. В начале войны руководство страны пыталось бороться с явлением ППЖ. Пары разводили по разным дивизиям и фронтам. Но в 43-м году на это махнули рукой, и по войскам прошел слух, будто бы Сталин сказал, не понимаю, почему наказывают боевых командиров за то, что они спят с женщинами. Ведь это естественно, когда мужчина спит с женщиной. Вот если мужчина спит с мужчиной, то это неестественно. И тогда нужно наказывать. А так зачем? Солдаты к ППЖ относились с презрением. Сочиняли о них пошлые анекдоты, стишки и частушки. Многие ППЖ отсиживались в штабах и представления не имели о передовой. Но получали звания и боевые награды без надлежащих оснований. Чаще всего это была медаль за боевые заслуги, которую солдаты, видя на кителе ППЖ, называли за половые услуги. Поэтому женщины сначала не хотели носить ни ордена, ни медали. И только в 70-е годы отношение к фронтовичкам в обществе стало таким же, как и к фронтовикам. Продолжение следует...